МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Все в городе ходят, кашляют, чихают, соплевят, а вы здесь на холоде, занимаетесь спортом. Как вы еще так не заболели? В первую очередь это закалка, конечно, с лета. Постоянно закалялся в кучкарате, в речке. Я еще ни разу с лета не болел, потому что занимаюсь постоянно спортом. Бегаю по утрам, ну и питание правильное. Как ты думаешь, что нужно делать молодым людям, молодым девушкам, чтобы не заболеть гриппом, простудой? Ну, во-первых, заниматься спортом, закаляться и тепло одеваться. Тепло одеваться. А вот ты сейчас вот не тепло одет, так можно ли? Ну, я закаленный. Но даже спортсмены болеют. Одного правильного питания и спорта бывает недостаточно в борьбе с вирусными инфекциями, которые так и норовят заразить всех и каждого. Но избежать их все же можно, рассказывает врач-терапевт Дина Джемагамбетова и дает несколько полезных советов. Во-первых, в осенне-зимний период нужно одеваться по погоде. Хотя молодые девушки и парни очень любят носить легкую одежду. Ботиночки в снег или кожаные курки, когда дует пронизывающий ветер. Возможно, это и модно, но здоровья точно не прибавит. Во-вторых, нужно соблюдать личную гигиену. После поездок в общественном транспорте настоятельно рекомендуется мыть руки. Соблюдение личной гигиены тоже относится к профилактике. Почему? Все-таки это, с одной стороны, как бы и болезнь грязных рук. Мы чихаем, кашляем в руки, правильно? Потом где-то что-то держим, все это остается, а вирус, он очень хорошо сохраняется при таких условиях. И опять же кто-то другой следующий подержал, и дальше идет простуда. Иммунитет любит полезную и насыщенную витаминами еду. Правда, питаться правильно большинство так и не научилось. Самса и булочки на обед соблазняют больше, чем яблоки или бананы. Витамины, хорошее питание, вовремя, как положено. Ну, конечно, для студентов это сложновато. Но, во всяком случае, мы рекомендуем, проводим беседы. Сейчас очень много поливитаминов, хурма сейчас идет, яблоки сейчас. Очень наши местные яблоки, очень хорошие, без всяких ГМО, без всяких добавок, правильно? Сейчас пойдут вот апельсины, мандарины, в них очень много витамина С. Это тоже очень полезно. В школах, университетах, на работе многие не любят снимать верхнюю одежду. И это более чем неправильно. Оказывается, верхняя одежда – настоящий рассадник различных инфекций. Они цепляются к нам прямо на улице. Потому что это верхняя одежда, верхняя одежда. Во-первых, стараются, что в университетах, в учебных учреждениях, чтобы была чистота. Есть ли грязь или что-то, это опять же идет возбуждение, опять же эти возбудители. Лучше внутри потеплее одеваться или какую-то кофточку с собой брать или что-то делать. К слову, врачи за нынешнюю молодежь стали намного спокойнее. Как оказалось, многие из них заинтересованы в поддержании своего здоровья. Мы вот сейчас провели профосмотр, и мы, например, за нашу молодежь очень рады. Почему? Они более, так сказать, знаете, физически как развитые, чем предыдущие поколения. Они уже занимаются многим спортом, ходят, как они называют, на качалки. И более-менее уже заняты своим здоровьем. Все-таки, видимо, здоровый образ жизни влияет. СМИ, журналы, газеты, все эти, в интернетах все написано. Все-таки какое-то влияние оказывает на нашу подрастающую молодежь, так сказать. И вы знаете, мы что заметили, очень мало курящих, а пьющих вообще почти нет. Из таких небольших советов и состоит реальная поддержка нашего организма. Поэтому в следующий раз, когда вы решите на учебу надеть легкую кофточку, съесть на обед самсу, да еще и сделать это грязными руками, вспомните, как вы болели в прошлый раз. Заложенный нос, больное горло, слабость на самом деле отговорят вас вредить своему здоровью. Это и есть еще один совет, как не заболеть.